Друзья, товарищи, добро пожаловать в наш маленький, уютненький дворик. Домой пока добро пожаловать не можем, потому что там очень шумно. Это один из моих любимых дней в месяце или в месяц, но кроме меня больше никто этот день не любит. Извиняюсь за мою лохматость, работаем на все катушки. Главное, через, думаю, полчаса уже закончат, даже муж убежал из дома, сказал, не хочешь меня куда-то послать? Говорю, как я могу себе позволить тебя куда-то послать? Говорят, ну, магазин, хотя за бананами, апельсинами и мандаринами. Сам себя послал, сейчас жду, закончат, все переселимся домой, все ушли из дома. Сын рано утром с друзьями куда-то ушел. Где наши котики? Писик на рюр, эллюз? Наверное, спят, говорят. А где именно спят? О, наши симметрики. Зерюни совсем не спят. Ох, такие хорошие, мягкие. Погода у нас, сами видите, солнышко куда-то прячется, но зато такая приятная, мягкая погода. Эту часть никто не трогает, боятся сюда подойти. Упс, упс. О, даже никто не боится. Здесь уже кто-то был, подошел. Это сюда, а это вот к себе. Нормальные люди так и делают. Смотрите, что за безобразие за... Под деревом, то есть. Видите, да? Кусают, бросают. Anyway, сейчас там закончат. И я войду, буду по местам все раскладывать. Занавески убираю. Кухонные занавески, те тюлевые или тюль из тюля. Они совсем износились. Только что купила новые. Эти уберу. Завтра, думаю, доставят новые занавески. Немножко свежесть хочется к весне. Кто заметил, что в этом году... Скоро лето, да, но так незаметно прошла весна. Как будто не почувствовали весну полностью. А лето совсем, как будто очень холодное лето намечается. У нас в это время обычно к концу мая уже такие хорошие, теплые летние заморозки. Хотела сказать. Летние затепления обычно бывали. Но в этом году очень даже приятно, можно сказать. Посмотрите на мои кабачки. Этого сегодня удалю, наверное. Не наверное, а точно. Не смогу так руками. Нужно будет. А не вы. Что-то найду, удалю. Нелегко. Но. Здесь хотела вам показать мои новые ростки. Это я уголь. Уголь, но золой посыпала. Чтобы насекомые на них не напали. И да, пока не напали на насекомые. Всех убедила, что сейчас самое время кушать яблоки. Они сами не додумаются. Что делают, не знаю. О, какую-то глупую игру играют. Вспомнила. Герой. Додумались. Говорят, можно яблоки собирать? Очень вкусные, сочные. Ну, смотрите, там сколько яблок. Никто не замечает. Я люблю их срывать. Это так лучше. Это сейчас их территория. Смотрите, какой идеальный. Как будто из фото. Окей, Лиз. Какая-то сиртос. Просто хотела заснять. Смотрите, какие люди к нам вернулись. Раньше времени. Не соберешь астамин. Он недоволен, что еще не закончили. Но зато побрился. Смотрите, какое яблочко. Хочется сказать огурчик. Но яблочко тоже зеленое. Но ты не зеленый. Просто голова как яблоко. Так скажем. Ждем варам. Я свое дело закончила. Я, когда приходят в дом чистить, у меня свои обязанности. То, что я делаю. Почти закончила. Опять хотела сегодня все обновить. Даже люстры хотела поменять. Но удержала себя. Только занавески. Это называется экстремальная сборка урожая. Или сбор урожая. Выбора нет. Там самые красные, румяные. Улетели. Видите, как у них все просто. Красота какая, да? Мы так срываем наши яблоки. Прямо как растут группой. Не знаем, как сорт называется. Многие спрашивают. Но действительно не знаем, как называется этот сорт яблок. Если кто-то может догадаться в комментариях, помогите. Думаю, хватит. Сейчас, наверное, Белка откуда-то смотрит. И нашему любимому оператору семиэтажные слова говорит. Как ты посмел, мои яблоки? Столько всего прямо на дереве. Очень аккуратно поедают. Ну да. И друзьям, соседям раздам, конечно. Но очень много. Думаю, еще и в холодильник положу. Потихоньку будем поедать. И сегодня я как ежик вымижу. Но такие дни тоже бывают. Видите, где пригодился наша самая большая лестница в мире. Сочный, сочный. Яблоко сорвал из корзинки. О, это тоже нужно удалить. Оставляю на земле, то есть оставляю. Абхасан приходит. Флаком, и все уходит. Абхасан, давай фото сделаем. Подождите, могу ли я поднять. Там тоже хорошие есть. Если потом не поленимся, еще один раз самый большой лестниц принесем и поднимемся. Не позволил мне подняться. Боится, что упаду, голову сломаю. А он уже однажды так сильно падал. До сих пор у него на ногах следы и не выживают. Так интересно. На обоих ногах чуть ли не разбился муж спасся. Но ноги, мы подумали, ноги разбил, но не разбил. Очень сильно ударился обоих. Упал с потолка, можно сказать. А не эта лестница была, другая была. Ту лестницу, не знаю, что, выбросила в мусорный ящик. Да. О грустном не хотим вспоминать, больше падать не будешь. Но боится, что я упаду, так как упал он. Что-то, к счастью, разбилось. Мои дети знают, что когда что-то разбивается, я даже радуюсь, всегда говорю, это к счастью. Значит, что-то плохое должно было случиться, больше не случится. Это окей, оно сейчас. Нет, не знаю. Говорят, знаю, что это окей. Стерабель. Они друг. На шарики хотели эти проказники, давайте покажу. Сгушь, бобик, чкайлик. Я получу, я получу, мама. Да, я получу. Не, 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 Марка. Марка. Он на английском хотел. Он на английском хотел. Он на английском хотел. Он на английском хотел. Это его бабочки партенок. Что это теле? А, у Люсины. Он на какой-то телефон был. Видите, рассказывает, как муж упал, и что-то другое упал и разбился. Песчатку должна надеть, потому что маленькие куски. Я уже усыпаю мои руки или в ожогах, или в чем-то. Не хочу. Не хочу больше. Закончили, ара? Девушка, я видела. Дети говорят, ах, если бы это снимали, могли бы instant replay сделать, то есть назад положить, но закрутить назад и на slow motion посмотреть, как это случилось. Он так гордится самой. Прямо герой. Арам, так вот печень зажигаем. Говорит только что белочка пришла, яблоко взяла, ушла. Уже не... Она, говорю, мазахистка. Не знаю, наверное думает, что у вас еще есть против меня. Даже не знает, что у нас есть. Ну, you're done. This young man тоже хочет поиграть. Okay. Oh, one. One. I thought that I could cut the other, okay? Yeah, we have to hit the balloon so it falls. Two. Two. Three. That's a good one. Four. Oh, man. Four. Oh, Еще один! Давай, Лусин! Гишель Пэмок ползет на искусственной траве. Они хотят эту траву удалить. Находят какие-то нитки и хотят удалить. Наверное, хотят на натуральную траву. Ни сторонники, ничего искусственного. Но она траву кушает, ей травку посадили, очень любит. Гоу, Лилит, гоу! Гоу, Лилит, гоу! Гоу, Лилит, гоу! 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 Вдруг сама себя не узнаю. Хочешь, я поставлю? Ты хочешь, поставь? Не кофе, цикорий. Я вчера рекорд забила. Четыре или пять чашек. Выпила, не жалею. Кальций потом в таблетках приняла. Не беспокойтесь. Цикорий, пожалуйста. Нам один цикорий, официант. Мне люстры надо сделать. Люстры они не делают. То есть, если попрошу, сделают. Но боюсь спросить. Два-три раза люстра падала, когда они чистосердечно чистили. Люстры должна сделать специально. Это самое должна купить. Anyway, это не важно. У меня торт есть. Два торта есть. Один хороший, другой плохой. Какой хочешь. Плохой. Астап? Я эксперименты делала. Мне совершенно не понравилось. То есть, коржи такие рассыпчатые получились. Не могла из формы достать. До той степени неудачный эксперимент получился. И чересчур сладкий получился. Но он со своей старшей дочкой прямо напали на этот плохой торт-пирог. И сказали лучше этого ничего не ели. Но мне не нравится. Рецепта не будет. Пока не достигну своей цели. Утром у нас прелестное яйцо. Яйца, хотела сказать. Бакли были. С хорошими яйцами от Джо. Это плохой торт. Это просто эксперимент. Там безе, абрикосовый джем. В общем, мне не понравилось. Не люблю грязные джемы. А, давай я хороший тоже принесу. Ну, я хороший хочу. Купки. Дети бака съели. Никогда, но тоже экспериментирую. Хочу достичь того, чего хочу достичь. Я еще не пробовала. Только бака попробовала. Пока еще не приселся. Как будто торт не поняла. Это то, что я хочу. Или еще не то, что я хочу. Это ночью готовила. Я люблю, чтобы он еще и хруст имел. Не люблю, когда такой мягкий. Еще нужно, чтобы еще немножко, пару часов постоял. А, кофе поставил. А, чай. Маленький кусочек. Хочу попробовать просто подегустировать. Вкусный. Но хочет постоять еще немножко. Это ночью сделала еще не то. Ммм, вот такой вкусный. И плохой торт ты хочешь, пожалуйста. Сладкий, сладкий. Ну, что-то прекрасное в этом торте есть. Но все равно требует внимания к себе. Много времени не хватает. У меня идей океан. Особенно десерты. И я не десертолюб. Никогда не любила торты, не увлекалась. Но могу сочетать красивые вкусы, скажем. И когда я начала англоязычный канал, если посмотрите мои давние видео, там у меня очень много десертов, сладостей. Прямо одна идея за другой. Потом перестала, потому что наш уважаемый Карлсон увлекся десертами. И нехорошо увлекаться десертами. Давай сегодня попробую. Кто-то так посмотрел. Чуть не уронили очень плохого торта. Пирог. Сегодня вкусный. Сегодня очень вкусный. Но сладкий. Я не вовремя попробовала. Но сладкий все равно. Я не могу слишком сладкий. Но сегодня нужно немножко поработать. Вот так. если кофе, то только с тортом. А этот мальчик пришел говорить, мам, испечешь спанчкейк? Вчера у нас тортный день был. К вечеру еще и для них яичный бисквит. Испеклайп и для них топ. Яичный топ. Микадо. Это чаклэд. Что сверху говорит? Дешево. Пожалуй, будет. Метзеркит галваз мрутутэль. Такие грязные руки и мрут. Витика. Метлева мрутутки гана, муа. Окей, детям тортик положу и продвинемся дальше. Кофе готов. Важные тарелки. Мы сегодня не моем ни поем. Это муж из магазина вернулся, когда убежал из дома. Насты, как раз? Патарат, как верься? Кейчерфорк. Черешня. Очень хорошо. В этом году очень сладкая черешня. Еще здесь иногда бывает ежевика прямо как тут шелковица. Один грязный села, чтобы настоящий вкус почувствовать. Несколько дней назад решила помою малину. Все таки все равно какая-то грязная на ней есть. Никто не сел эту малину. Кто сел сказал что малина такая муши ну вялая. Это наши каждодневные ягоды. Так, он пока наш цикорий кофе не остыл. Кто это сел столько кусков? Ты или дети? Ты сел? Он сел? Где? Амова? Это Люсин очень любит. когда такой с хрустом. А когда мягкий не очень любит. И не горит. Сейчас не про это. Взять с собой торт или съешь потом. Он все равно с кофе ничего не ест. Кофе для него это кофе. Максим мечтает про сигарету но дай морчат цитир окей. Папа все остатки почистил. Не беспокойтесь. Папа не знает что делать свое кушать остатки кушать. Дайте ему спокойно кушать. Если дам спокойно кушать результат будет очень беспокойный. окей ты ешь я вешнюю помою дети любят. Сегодня у меня весь день стирка крутится всех. Все что есть в доме мою все простыни одеяла подушки на наволочке подушки не мою хотя подушки тоже иногда мою некоторые в морозильнике если завтра попросят опять вафли они любят просить вафли из морозильника достану немножко разогрею в аэрогриле и уже готово кофе с вафлей какой вкусный был туда-сюда какой колор дядям сказали а ну-ка как соседи туфли снимаем потом домой заходим они не умеют как соседи у этих соседей сегодня кажется тоже мероприятие у них по выкинда собираются в основном бассейн есть наверное все родные знакомые друзья и товарищи по выкендам здесь купаются все лето иногда даже осенью хорошо пользуются бассейном для них это стоило иметь бассейн а в основном у нас очень многие знакомые говорят несколько раз летом дети искупаются и все и забываем и целый год уже все равно бассейн есть нужно почистить в общем anyway и дальше дерево наверное сейчас так легко стало немножко в 10 всегда такое ощущение когда плоды прямо так висят тяжело на этой ветке оставила потому что еще не спелые и почему-то сюда белка не ходит наверное близко к дому Не знаю Оставила, пусть поспевает Если рискнет Кто рискнет? Она рискует Если уже увижу, что здесь тоже поедает Все соберу Хватит, сколько съела Сколько не знаю, где упрятала И уже на земле полно Пусть кушает Ох Какой вкусный цикорий кофе Убеждаю Если сейчас я вам несколько расскажу Ох, вкусно-вкусно Невольно, ему тоже понравится Это гипноз называется Женский гипноз Хорошо действует на некоторых Думаю Мужей, которые очень любят своих жен Жена сказала Загипнозировала, это закон Я взял в голову Ты пыталась с ним? Я случайно взял в воду Многу слишком сложно Когда я взял в воду Но в голове просто взял в голову В моем ноге В моем голове Совершенно случайно он наполнял шарик водой и очень много, сильно кран открыл и на свое лицо. И так тихо, мирно рассказывает, что случилось с самым совершенно мокрым. Я им сказала, у вас всего лишь день, наши детишки, товарищески. Собирайтесь в гараже или открываю дверь и веником все уже во двор. Забыли, уже три раза им сказала. И действительно, сейчас веник возьму и во двор. Кстати, мой уникальный, внимательный муж. Сейчас этот самолет пройдет, дальше все расскажу подробно. Заметил такую таинственную грусть в моих глазах. И понял, что я впадаю в депрессию. На самом деле, действительно, у меня уже депрессия начиналась из-за гаража. Мы в буквальном смысле этого слова сразу прямо решили и напали на свое решение. Ремонтировать гараж, там водопровод, туда-сюда. И мне надо успеть все из гаража убрать. Это невременно убрать туда, потом обратно в гараж. Там есть вещи, которые даже не должны пойти в гараж. Но жалко выбрасывать. Anyway, я не знаю, что делать. До сих пор не знаю. Но хотя бы время у меня будет решили. Переменили наши планы, как говорится. Мистер Фикс изменились. В сентябре будем делать все, что делаем. И потом скорую день рождения Ашка. Не думаю, что закончим к этому времени его день рождения. Хотя он об этом и не думает. Anyway, не хочу быть в ремонте. Но так успокоилась, как будто камень из плеч упала. Потому что через неделю уже должны были все куда выдвинуть, куда положить. Anyway... А так у меня время будет потихоньку. Все, что возможно удалять, удалю. Все, что возможно. Хотя есть вещи, которые могу продать на каком-то сайте. Совершенно новой. Там у нас шесть, по-моему, компьютеров. Только нужно забрать из компьютера мозг или не знаю что. Ну, а эту систему нужно забрать. Потому что там у нас совершенно секретная информация. Не можем просто так выбросить. И разные такие секретные, очень важные. Золото, бриллианты. Все в гараж. Со змеями. Нет, такие не. Мы думали, здесь у вас золото, бриллианты. Здесь тоже. Но здесь саквояж с миллиардами. Ну, действительно, у нас очень много творится в гараже. Которое за неделю я даже не могу помечтать. Куда это он упал? Anyway... Сейчас спокойно, успокоилась. Каждую неделю что-нибудь или уберем, или выдвинем, или сарай немножко нужно прибрать. Все аккуратно поставить, место откроется. Такие кислые были. Черешня кислая была. Но у меня тарика есть чуть-чуть тут папа иммунца с витом. Сейчас... Подождите. Как это? Да. Угу. Говорит сладкий, говорит да. Не сладкий. Да. Да. Какая татуя? It's a bit sour? Угу. Что спрашиваешь? Говорит да. Старав. Хе. Опраз. Мы и правда, Килл. Гордимся. Видели, как хорошо, чисто? Да, дорог он за ребят. Угу. Уже понимает, который вкусный. Говорит, темные, сладкие. Сладкие, как он. Anyway, я иду удалять занавески. Спокойно удаляю занавески. И давай придумаем, что-нибудь приготовим. Здесь, на гриле. Или кебаб, мебаб, что-нибудь с детьми. Спрашиваю сын, когда возвращается. Он с утра сегодня ушел. Я сегодня согрешила, друзья, товарищи. Сын. Цены дома нету. Пошла в его комнату. Ну, когда приходят прибраться, по комнатам прохожу, что удалить, чтобы легко было, ну, с дороги убираю что-то, чтобы легко почистили. На его кресле нашла навалом его винтажные шортики, винтажные маечки. И все убрала. Они уже прямо задырявились. И дядя Паша спросит, где, спросит, мам, где мои винтажные. Скажет, не знаю, Арнок, тебя, наверное, стирки посмотри. Не забудет через неделю. Но я успокоилась, хорошо почистила его гардероб. Пусть думает, что хочет. Сегодня он таинственным образом в 7 часов праздновался в 8, говорит, с друзьями куда-то идем. Хэнг-аут делать. Кто в 8 с друзьями идет? Что-то завтракать, на хаш идут. Он хаш не ест. Ну, я таинственным образом вошла. Но таинственным образом не нашла его майку. Эту ужасную. Это, знаете, мою нелюбимую. Наверное, с собой забрала. Сердце, наверное, почувствовало, что у мамы сегодня на уме капитальная уборка моего винтажного гардероба. И взял с собой эту ужасную майку. Уже знаю. Если говорю о майке, то все знают. Потом дочь говорит, мам, нехорошо, когда его дома нету, ты выбрасываешь его вещи. Говорю, ваши тоже выбрасывала. Помните, видели, у Люси очень много выбрасывают. Но однажды у нее кофточка какая-то была, очень любила. И такой уже так износилась эта кофточка с дырками. И такая хорошая. Такие обычно хорошо чистят, полируют. И подумала, я или дома нету, или не увидят. Полы хорошо помыла этой кофточкой. Извиняюсь. Но кофточка уже была для пола. Не знаю, откуда она пришла. Прямо ногой начала собрать кофточку под что-то, чтобы не увидела. Это не моя кофточка. Говорю, нет, нет, это не твоя кофточка. Это уже совершенно чужая. Для мойки полов. Очень расстроилась немножко. Слишком. Но зато я успокоилась. Иногда может это подействовать на родителей, когда ребенок одевает что-то уже изношенное, задырявленное. Или плохо сидит. Или... Anyway, у нас тоже нервы. Мы родители. Но майку не нашла. Пойду искать. Но везде посмотрела. Во всех углах, где он мог бы засунуть эту майку. Не нашла. Anyway, я иду удалять занавесочки. Завтра доходят. Но доставляют новые. Люблю обновлять.